Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. На этот раз мы решили порадовать вас циклом о продюсерах. И начать мы решили со своего самого любимого продюсера. С продюсера, который от новеллы к новелле совершенствует свое мастерство. С продюсера, четыре последние новеллы, которого поделили нас в самое сердце. Четыре новеллы, которого не просто провалились, а провалились в дребезги и пополам. Человека, который идет в своем творческом пути только вверх. Как вы думаете, кого мы имеем в виду? По лестнице, которая ведет вниз? Мы имеем в виду нашего любимого продюсера Сальвадора Михея по прозвищу Пчава. Ага, я так и думала, что у Наташкиного мужа. Да, да, да. И у него, кстати, выдающаяся жена. Супер, конечно. Да, супер. В общем, начинал нас любимец в команде самого, ну, на этот раз без всяких шуток, самого легендарного, наверное, тереновельного продюсера Валентина Пимштейна, который за свою жизнь делал тереновелл штукой, ну, в общем, больше, чем нам всем вместе лет. Я знаю, сколько нам. Только они живут. Да, да, да. Действительно, Пимштейн был выдающимся человеком, и в его команде Олехандро начинал. Многому ли он там научился? Многому ли он у него научился, мы узнаем в процессе нашей передачи. У Пимштейна, на самом деле, были как тереновеллы, мягко говоря, розовые, так и достаточно революционные, по крайней мере, для Мексики того времени. Итак, начал свой путь Сальвадор Михеев тереновеллы «Эсмеральда» в 97-м году. Что из себя представляет эта тереновелла? То есть, был изначально сюжет знаменитейшей кубинской сценаристки «Дели и Фиала». Сюжет достаточно розовенький, достаточно наивный, в общем-то, глуповатый, но популярный. По крайней мере, достаточно популярный для того, чтобы по нему поставили где-то спиток селеновелла. И в 97-м году пришла очередь мексиканской версии. То есть, до этого были две венесуэльские, и Олехандро в 97-м поставил «Эсмеральду». То есть, это был сериал, да, это был сериал в главных ролях Фернандо Колумго и Летисия Кальдерон. Сериал, на самом деле, имел довольно большой успех. По крайней мере, для дебюта это было очень и очень хорошо. Причем, что меня удивило, дебютную теленовеллу Сальвадора Михея Алекандро сразу поставили в прайм. Ну, потому что была хорошая. Ну, скажем так, когда дебютную новеллу любого продюсера ставят в прайм сразу, это значит не просто аванс, а прямо авансище. О, смотри, она была действительно неплохой для того времени. Лена, смотри, интересные дела. В прайм попасть, они же друг друга глотки выгрызают. Чем он таким их всех там обоял и обворожил? С зелеными глазами Летисия Кальдерон. Нет, я думаю, карими глазами Ферраколунге. Вот мы говорим об Эсмеральде. Эсмеральда была достаточно успешной. В принципе, она была классический сериал, классический сюжет про слепую девушку, которая, разумеется, к концу прозрела, иначе не бывает. Ну, естественно. Да-да-да. И новелла была успешной, и, в общем-то, ничего такого достойного критики в ней не было. То есть типичный розовый сериал, ничего выдающегося, в общем, даже лягнуть его не за что. А там нечего лягать? А, там замечательный был злодей. Какой роскошный Пинеда. Эх. Ну, Пинеда, это вообще супер злодей. Всех вредно. Пинеда сыграл сам себя, зайка наша. Он в жизни хорош, бродяки. Ну да. Там много чего было. Это тоже, это интересная личность. Про него стоит поговорить отдельно. Отдельно, отдельно. Можно сказать, что самой знаменитой, в общем-то, версией данного сюжета является «Венесуэльский топа». И «Эсмеральда» — это первая мексиканская версия этого сюжета, и, в общем-то, вышла она довольно неплохой. Тиленовелла номер два. Называется «Узурпаторша». Она говорит очень-очень много всем, кто хоть немного интересуется латиноамериканскими тиленовеллами. Потому что это был, сказать, что это был мега-успех, это значит не сказать ничего. Потому что рейтинги были просто невероятные, и поклонников у «Узурпаторша» до сих пор очень-очень-очень-очень много. Хороший сериал, мне искренне понравилось. Да, очень неплохо было. И «Колунга» был хорошей. «Колунга» был хорошей, и «Спанник» была очень даже ничего. Да, очень даже. Вот, кстати, что про «Колунгу» и про «Спанник» стоит сказать, это был, наверное, пик их карьеры. Потому что «Спанник» еще не была изуродована пластическими операциями, которые ее превратили непонятно во что. Мол, да, да, да. А «Колунга» в свои 30 лет играл 30-летнего героя и очень органично смотрелся. Ну, не нужно ли. Сейчас, в 50 он играет 29-летнего, зайчик. Хорошо, что не 16-летнего. Он этот, вечный инженю. Слава Богу. А как он плачет? Рыдает. Бриллиантами, звезами. Да, в «Узурпаторе» он хорош, хороший. Очень хороший. Там они все хороши. Там очень хороший такой... Они все хороши. Короче, у Чавы это получилось. Но стоит сказать, что все-таки более мягкотелого героя, чем герой «Колунги», еще надо поискать. Ну, он такой был по сценарию. Верно, верно. То есть сюжет не предполагал хоть сколько-нибудь интересного героя. Ну, надо. Поэтому у «Узурпаторша» все-таки теленовелла достаточно своеобразная, и надо иметь определенный запас нервных клеток, чтобы смотреть на такого главного героя. А, особенно рядом с теми остальными, которые там крутились. Ну да, потому что тот же самый адвокат этой, Паулина, он ведь был гораздо круче, чем ее муженек. Однако, закон мыльного жанра, она должна остаться с главным героем. Ну, все, что и дневком. Ну, в общем-то, что касается работы нашего героя по имени Сальвадор Мехия, можно сказать, что и во второй раз он отработал «Хо-ро-шо». То есть он взял незамыленный, по крайней мере, в Мексике сюжет, потому что на тот момент эта теленовелла не имела хоть сколько-нибудь близких по времени версий. То есть последняя версия по этому сюжету вышла достаточно давно, можно сказать, что выросло поколение, это поколение получило «Узер Паттерш». Сериал был достаточно неплохой, можно даже сказать хороший, а по тем временам даже очень хороший. Актеры справились отлично, на роли подходили замечательно. В общем, можно сказать, что и второй блин Сальвадора Мехии комом не вышел. Ну, а что, идем дальше. Итак, начнем с предыстории. То есть был в Венесуэле, в общем-то, и есть достаточно хороший актер по имени Фернандо Карильо. Да. Он звенит в первую очередь своим партнерством со своей супругой Катерин Флоп, но также у него были теленовеллы и без нее, и одна из этих теленовелл называлась «Весна». Именно по этой теленовелле Сальвадор Мехии Александр в 1999 году решил поставить сериал «Роза Линда». О, мама родная. То есть Фернандо Карильо, он в весне сыграл главного героя и спустя 10 лет сыграл того же самого главного героя в телесериале «Роза Линда». Главное, не выращивание на минуту. На главную роль Мехия взял Талию, то есть Талия – это легендарная певица, но мексиканцы ее говорят «Талия» на всех записях, она у них «Талия». Давайте будем уважать мексиканцев. Будем. Так. Это по-нашему она «Талия», а по-мексикански она «Талия». Вот. Да, в 1999 году Талия уже имела за плечами трилогию «Трех Мари», то есть это Мария Мерселес, Маримар и Мария что-то там. А, Мария Эльбарья, точно, Мария Эльбарья, Мария Эльбарья, Мария Эльбарья, о достоинствах этих трех сериалов можно рассуждать очень долго, в разном ключе, но свою цель они выполнили. То есть Талия… Но девушка подпихнули. Ты наш легендарная личность. Ну да. Во-во-во. Но она сразу-то не родилась легендарной. Когда тебя смотрят миллионы домохозяек, будешь легендарной, все нормально. Ну, говорили, иду к миллиону домохозяек. Ну, в общем, к моменту Розалинды Талия уже прославилась, но не достигла еще возраста сорока лет, когда неприлично играть двадцать лет. Поэтому Сальвадор Мехея пригласил ее на главную роль, разумеется, ожидая грандиозный успех. И что же он получил? Не получил он ничего хорошего, потому что у Розалинды рейтинги были так себе. Критики Теленовеллу, можно сказать, не заметили. Никаких премий сериал не получил. У зрителей он успеха не имел. И, кстати, здесь можно еще подискутировать о том, как мексиканские зрители относятся к Галанам из другой страны в своих сериалах. Плохо. Да, 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 да. Поэтому привлеченный в Венесуэль... И только Галанам. Галаншам тоже. Короче, если мы подведем итог насчет Розалинды, можем сказать, что тут впервые Сальвадор вообразил, что ему все можно. Пригласил, в общем-то, профессионально несостоятельную актрису на главную роль, если говорить честно. И когда нужно было в этом сериале что-то играть, антипрофессионализм Талии лесовцы из всех щелей. Играть она не умеет. Одно дело было по молодости трясти своей фигурой в трех мари, где играть-то ничего не надо было, потому что там изначально все 30 сериалов были построены на цирковых приемчиках. Да-да-да, вот тут, когда надо было играть... Да-да, кстати, Ферланду Карелию в этом сериале мне понравился. Вот его мне было единственного из сей сварожан. В общем, первый раз Алехандро получил по башке. Но потом пришел черед его теленовеллы номер четыре, и ему все вернулось в сторицы. Потому что теленовеллой номер четыре было... Что? Что? Обними меня покрепче. Ой, оббрасаны ферсы! Та-да-да-дам! Про рейтинги теленовеллу можно говорить бесконечно, потому что рейтинги были просто сумасшедшие. Изначально сериал шел восемь часов, но из-за огромных рейтингов его перенесли на день. Это неплохой сериальчик. Но мы же собрались для того, чтобы разбирать творчество нашего любимого продюсер. Абсолютно. И мы можем сказать, что уже в этом сериале проявилось то, что впоследствии сделает Сальвадора Михея Алекандро, лауреатом четырех премий подряд, за лучшую теленовеллу Мексики. Да ты шо? И шо ты его наваял? Да-да-да. Уже в оббросанном фуэрте появился черный причерный. Кто? В сравнении Сезаро Эворы по имени Федерико. Ооо, Сезаро Эвора там был роскошный. Он там был роскошный, да, но какого жена-то он сыграл. Замечательного. Потому что можно бесконечно говорить о том, какая была хорошая пара, какая там была Вики Руфа и так далее. Молодая, я не наплачусь. Такая вещь. Да. Ну, в общем, обними меня покрепче. Саглодор вернулся к работе с Фернандо Колумго. И все три их работы, в общем-то, вышли достаточно приличными. Ага. И оббросанном фуэрте имела величайшие рейтинги. Как я уже говорила, было перетяно с 8 часов на 9 часов. То есть с прайм. Получила кучу-кучу-кучу всевозможных новельных наград. И укрепила славу Сальвадора Михея Олехандре. Потому что из четырех поставленных новелл у него три были супер-успешны. В общем, в 21 век Сальвадор Михея влетел на коне. Потому что он появился, он умудрился за 4 года создать три супер-пупер-мупер-пупера рейтинговых сериала. Молодец. А такое бывает редко. Да. Помнится, Карли Эстраде на это потребовалось времени побольше, чем времени. Ну, он зато очень успешно загадил свою автобиографию последними сериалами. Ну, новелла номер пять. Она вышла в 2002 году и называлась «Между любовью и ненавистью». Кто-нибудь ее видел? «Been Amour» и… как это… ненависть? «Илодио». «Эндре, Бен Амор и Элодио». Ну, в общем, я ее видела, да. Помни, что видела? Не помню даже, кто играл. Я тебе напомню, там играли Сезар Элора и Сузанна Гонсалес. А, фу их, да, да. Фу, гадость. Угу. Угу. Да, 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 да. 120 серий. Кстати, мы можем сказать, что тут Сальвадора Михеева можно похвалить. Знаете, почему? Да. Потому что это был оригинал. Аху! Раз! Да. Вы представляете, это был чуть ли не единственный оригинал за всю карьеру нашего знаменитого плагиатора. Да, да, да. Первый раз. Первый раз. И получилось на этот раз комом. По крайней мере, с точки зрения критиков. Это же ты его так угораздила. Ну, спи, а ну. Ну, а что? Человек поставил четыре сериала, имел три супер успеха из четырех. Почему бы и нет? Итак, если сказать об этом сериале, разумеется, я высказываю свое субъективное мнение. Пара там была, в общем-то, достаточно... Мы так тебе и поверили. Тебя проплатили враги. Ну, разумеется, разумеется. Я же у Карла эстрады агент, ты что? Да, да, да. Ну, так вот, давайте вернемся к этому сериалу. По крайней мере, диссонанса между Сезаром Эварой и Сузанной Гонсалес не было. У Гонсалес это была первая главная роль, и можно сказать, что она справилась. Но за счет чего этот сериал все-таки не попал в категорию более или менее приличных. За счет, в первую очередь, тупейшего главного героя. Ибо более тупого идиота, который верил кому угодно, только не своей бабе, надо было бы искать. Не, но это у него классика жанра. Нет, это-то понятно, но все-таки двадцать первый век. И шо? Да, вот, двадцать первый век, неужели ты не понимаешь, что тупой урод? Уж они пользуются такой популярностью, как в веке двадцатых. Пользуются, пользуются, тупые уроды всегда нужны. Да, но тупые уроды имеют успех в одном случае из двадцати. Не важно, главное, что имеют. Да-да-да, а тут наш любимый продюсер, к сожалению, не попал. Он потом еще не попал, и еще не попал, и потом снова не попал. Дойдем. Дойдем, дойдем, не торопись. Не торопись. Не торопись. Ну, в общем, что касается «Между любовью и ненавистью», рейтинги у этого сериала были достаточно неплохие, кстати. Разумеется, он шел в крайне. Новелла была так себе, но главное, что зрители оценили, главное, что рейтинги были. Ну, а то, что критики. Ну, а когда Сальвадор обращал внимание на критиков? Это точно. А кто у них вообще внимание обращает? Кому они там нужны? Тем более, что критики в Мексике, они существа прикормленные. Это точно. А что там у нас следующее? Я так и представляю ваш восторг. Следующее у нас – Марианна Делла Ночи. О, но! С Саллиносом, но! Но! Да-да-да! С вашим любимым актером! Но! С Саллинос, брррр! Так, давай, быстро переходи дальше. О, Марианна! Так, жестокое! Фу, их! За что можно Сальвадора в этот раз похвалить? Так это за то, что у него… Черный причерный голодей, который сыграл Сезар Эвара, но… Амхелика Ривера в этом сериале была злодейкой достаточно нетипичной, хотя бы потому, что она искренне любила главного героя. А-а-а! И в конце она его так и спасла ценой своей жизни. Ход банальный, но за то, что злодейка была человеком… Любовь торжествует! И нечто человеческое состояние было чуждо. Поставим Сальвадору маленький плюсик. Тем более, что новеллы… Что у новеллы рейтинг был, мягко говоря, не очень. Критики высказались традиционно. Угу… В общем, давайте поддержим нашего любимого Чаву и скажем, что Маляна дала ночью, прошла незамеченной… Хреновато! Но и пловно совести нашего героя она… Эй! Ничего… Не ограбил… Ни уголовничею не украл… Короче, не ремей… Короче, ремей… О, бля… Но ремейк венесуэльского сериала в Мексике не было… Версии… А поскольку все латиноамериканские зрители ярые националисты никогда не будут смотреть новеллы с другой стороны за редким исключением… Можно сказать, что Сальвадор в данном плане был первопроходцем… На версии этого сюжета… Это говорит о том, что он таки смотрит на веллы других… Он таки да… Он так смотрит… Одной, кстати, единственной целью… Как бы чего… Стырить… Ага… Ну, правильно… Чего, это хорошая, благородная цель… Дальше у нашего героя была легендарнейшая Ла Мадратра… Которая мачеха… А, Мадра… Ой, Ла Мадра… Мадра… Сезар Эвора… По-моему, да? Вики Руфо… Со слезами на глазах… И… Эдуарду… Эдуарду Капетилью еще… И Эдуарду… Эдуарду Капетилью… И эти дети… Ой… Так, ребята… Можно мы эту теленавилу не будем обсуждать… А перейдем прям плавно к следующей… А что ты Мадраду не хочешь? А? Не, ну… Вики там такая классная… Кто? Вики? Вики там такая классная… Во-во-во-во-во-во… Дальше-дальше-дальше-дальше… Фу на нее… Нет, Лен, Лен… Стой… Мы же собрались… Мы же в этот раз… Разбираем творчество нашего с тобой героя… Сервадора Мехии… А? И поэтому на его лучших творениях… Мы должны остановиться поподробнее… А… А худшую ты будешь вообще два часа разбирать? Нет-нет-нет-нет-нет… Про Ламадрастру… Хотелось бы все-таки ей пару минут удивить… Можно? Две минуты… Ага… Время пошло… Итак… Сюжет был… Молчать… Сюжет… Оригинал написан знаменитым чилистом сценаристом Арту Мой Аграун… Мой Аграун, а оригинал очень хороший… То есть, чилистский сериал, который снят по этому сценарию… Получился, на самом деле, очень хорошим… Но этот чилистский оригинал… К тому времени в Мексике его успели снять аж три раза… Ого… Вау… Крессия Сарвадора была четвёртой. Боже, ты можешь. Ну а что, сюжет беспроигрышный. Как выходит «Мать семейства» через 20 лет, после 20 лет заключения из тюрьмы. Как она ищет убийцу в перемешку со слезами, воплями, рыданиями и повторением банальных фраз из женских романов. Как она его так и находит. Как все счастливы считают. Абсолютно случайно. Причем, если у него мозгов не хватило даже понять, кто это. Верно. Просто уперлась и всё. Рогом уперлась и в итоге проткнула. Ну, кстати, про мачеху. Я предлагаю более подробно поговорить в передаче о ремейках, потому что всё-таки 5 версий одного сюжета стоят того, чтобы остановиться подробнее. Да, так что мы ещё поговорим. Ну, в общем, что касается работы Сальвадора, можно сказать, что в этом сериале проявились все его лучшие качества. Абсолютно неправдоподобные герои-злодеи, бредовые ходы, причем это не так сказано, не шибко умные главные герои. Ты имеешь в виду Сальвадорины коронные ходы? Да. Шик? Не избита? Это его персональный бренд. Если герой идиот, то это 100% от мехи. Если 50-летний и 30-летний выиграет, то тоже оно. Если злодей черный-причерный, то уже. Тоже оно. Если герой положительный, то он редкий идиот. А если он отрицательный, то он полная мразь. Ну, я думаю, что все-таки не Кандра Диас мог бы с вами поспорить относительно главного героя-идиота 50-летнего, который играет 30-летнего. Ну, мы к Диасу придем потом. Да, да, да. Ну, кстати, это будет моя коронная фишка. Да, да, да. Ну, да. Мы уже поняли. Да, да, да. Да, ну, да. Ну, так вот. Что касается мачехи. Несмотря на все описанные нами несомненные достоинства данного сериала, у зрителей она имела, он имел очень большой успех. Критики среагировали так, как обычно, но мы договорились не обращать на них внимания. Ну, да, кому они нужны? Виновала. Виновала какие-то там призы получила. Вики Руффа после 4 лет простоя вернулась на экран. Со слезами. Традиционные роли, да. Традиционные роли, но это мало кого волновало. Главное, что она вернулась. Можно сказать, что пара Сезар Эвара и Виктория Руффу получилась очень даже ничего. Ну, это не первый раз. Это не первый раз, но они были антагонистами. Ага, черные и белые. А тут они были, скажем так, парой. Хотя относительно достоинства главного героя можно дискутировать долго. Но так мы переходим к творению Сальвадора номер 8. Ага. А сколько у него их всего? Крин знает. Вот мы сейчас их посчитаем. Жуть он наснимал. Ты еще список Кимштейна не видела. Так, не надо вернуть к Сальвадору. Не пугай. Номер 8. Кто? Так что у Сальвадора... Сальвадор мальчишка по сравнению с Кимштейном. Ну, так вот. Селеновала номер 8. Селеновала номер 8 стала супруга Девска. Это тоже он. Верно, верно. К нашему любимому Сальвадору раз, каким-то образом, хотя, может быть, это и логично, попала главная или одна из главных сериальных страдалец Мексики Адела Нориего. Ага. Ой, б... Ахм... Пардон. Мемухер Вирджин. Мемухер... Ой, кошмарная какая баба. Ужас. Для ее оправдания можно сказать, что ей, в общем-то, ничего и не давали, кроме вечных слез. Ой, не говори. Что с Колунгой она рыдала? Что с другими она слезами топилась? И, приходя к Сальвадору Мехея, Нориего имела за плечами достаточно большой багаж, пусть несколько однообразных, но, тем не менее, не безнадежных. Что же мы получили на этот раз? А мы получили в ее партнера, одного из наших любимых актеров, Форхи Салинс. Ну, да. Стоит ли говорить, какой из всего этого вышел результат? Или все-таки... Рейтинги того, да? У Калии не отжались? Рейтинги, мягко говоря, не очень. На этот раз Сальвадор Прайм провалил напрочь. Не отжались. Не отжались. Верно. Как среагировали на сериал критики, я говорить не буду, все понятно. Так, это приличным словом не описать. Ну, да. Верно, верно. Но тут, кстати, Сальвадор применил финт, который на общем безнадежном фоне лично мне понравился. Он практически на середине сериала сменил главного героя. Ой, ты елки-палки. И на кого он сменил Салинс? Салинс он сменил, на Серхио Синдале, у которого это была одна из двух ролей в карьере. Это надо глянуть. И положительный. И он так и получил Нарьегу в конце. Ух ты. Мужику повезло, но ничего не скажешь. Да. А нам-то как повезло с этим сериалом. Просто капец. Сокровище какое. Да, нам повезло невероятно. Но можно сказать, что Сальвадор на этот раз не вышла. А какой был девятый сериал? Был выдающимся. Ну, конечно. Не дразнись. Невероятным. Невероятным. Я еще вас немного помучаю. Девятый сериал был, разумеется, ремейком. Разумеется, всего на свете. Так, я уже догадываюсь. Огонь в крови. Нет. Нет. Мундо. Был самым большим провалом в Сальвадоре на истории. Таин. Ну, так как... Мундо. А дальше? Мундо дальше. Де Фиерас. Молодец. Да-да-да. Девятым сериалом Сальвадора был Жестокий мир. Да. Но я могу очень много сказать про этот сериал. Почему? Потому что я видела и оригинал венесуэльский, и то, что сотворил Чава. Что можно сказать про венесуэльский оригинал? Да, но в венесуэльском оригинале была для меня очень и очень большая приманка. Приманку звали Жан-Карло Семанкос. А, Семанкос. Ой, терпеть не могу. Ну, кстати, венесуэльский жестокий мир имел очень большой успех по всему миру. Ой, кошмар. Ну, потому Михей на него и купил. Поэтому. Да-да-да. Но, кстати, Михея ведь... И проиграл. Да, потому что Михея смешал сюжет Мунда Дуфьера с венесуэльского с какими-то там дикими, никому неизвестными теленовеллами. Плюс прибавила еще свои пять спесо Лилиана Абда, которые не отличаются, опять же, избытком мозгов в верхней части организма. Поэтому то, что получилось у Сальвадора Михея Алекандро, можно охарактеризовать одним словом. Бред. Ясно. А, десятый. Крымешный. Нет, следует подвести и под этим сериалом. Да, то есть, это был провал полный и абсолютный. Это было хуже, чем все то, что Сальвадор делает дальше. Сальвадор и салвай даже сократили из-за того, что рейтингов не было вообще. Ни одной приличной актерской работы в этом сериале не было. Был один более или менее интересный персонаж в исполнении Сезара Эвера. Сезар Эвера в этом сериале сыграл близнецов, как обычно, плохого и хорошего. Какой оригинальный ход. Это верно, но хороший близнец, разумеется, ни одного доброго слова не заслуживал по всем понятным причинам, но вот плохой близнец получился, между прочим, довольно неплохим. Очаровательный. Несмотря все дело в том, что плохой близнец его очеловечили с помощью любви к его жене. То есть, он был гадом, но он любил свою жену. Ой, блин. Чикатило тоже любил своих собственных детей. И шо? Нет, тут еще интересно же, на этом же сериале же куча скандалов было. Да, куча. Расскажешь. Знаменитый этот скандал с пощечиной, который Дид Гонсалес закатил по физиономии бедной несчастной Габи Испино. Да, было такое, было. Сжилась ноль. Ну? Ну а что, Сальвадора можно понять, потому что после такого провала, которым был жестокий мир, особенно на фоне того, что новелла Карла и Эстрады Рассвет прошла достаточно хорошо. О, какой чудный новелла. Причем это мягкость. Да, да. Сальвадору надо было срочно реабилитироваться и посылать нокаут свою главную врагиню. Вражиню. То есть Карл реабилитировался он с помощью шедеврального мексиканского сериала Огонь в крови. Ой-ой-ой. Это был шедевр. Да. Это было 190 серий отбор низшего мексиканского бреда, приправленного 40-летними актрисами в роли 20-летних девушек. И 50-летними. 30-летними актерами в роли 30-летних молодых людей. Каких 30-летних? 20-летних. Давайте немножечко прибавим возраст, потому что на 30-летние 50-летние галаны, бывшие, разумеется, в ролях 25-летних молодых людей. Приправлено все это было черными злодействами двух абсолютно бесчеловечных двуногих. ССовцы такие. которых нельзя назвать людьми. Но ведь это все не главное. А главное что? Главное для Сальвадора рейтинги. А рейтинги это мы с вами сейчас можем сказать. А тогда Сальвадор лопался от гордости, потому что он получил рейтинг. А не смотрели? Американцы ждали каждую серию и орали, что этот придурок еще придумает? Сальвадору думаете из-за этого дела? Не, ну я понимаю, что ему плевать. Да он плевать хотел на то, что там вякали зрители. Ему главное цифры. Цифры были? Цифры были ой-ой-ой. Цифры были 30. Там такие костюмы вау. Ну, в общем, слушатели, которые интересуются выдающимся мексиканским шедевром огонь в крови могут послушать нашу передачу, вашу передачу по реймейкам, где этот сериал был разобран на косточке, где все его несомненные достоинства были перечислены. Да, мы очень вдумчиво не засляли. Да, поэтому переходим дальше. А переходим мы к очень большому, очень некрасивому скандалу, который случился между Карлой Эстрадой и Сальвадором Михеем Алекандром. Карл Эстрадой в одном из интервью в году вот этот в 2007-2008 неосторожно высказалась о том, что следующий сериал она хочет снимать по дикому сердцу. Ее главное руль содействовать Фернанду в Колумбу. Что сделал Сальвадор? Сальвадор стыкзил все, что плохо лежало, наскоро собрал абсолютно дикий кастинг, пригласил на роли. Ты называешь самого знаменитого, самого большого, самого грубого актера Мексики диким кастингом? Да. Ясно. Я называю. Я объясню, почему. Давай. Потому что Дикое сердце года 2009-го представляло из себя сборную сорянку из оригинального дикого сердца года 1993-го, из Иги одноименной и из достаточно неплохого сериала под названием «Я покупаю эту женщину». Ага. Ой, да. Образом получилось, что Дикое сердце 2009-го года это адская смесь из несочетаемых ингредиентов. Они настолько были несочетаемые, что даже морду друг к другу били. Причем в главных ролях этого шедевра снились 50-летний Эдуарда Янис и 35-летняя Арасели Арамбула. Арасели? Арасели? Арасели, пардон. Причем угадайте, сколько лет было их героем? 18-20? Девушке да. Мальчик был чуть-чуть постарше. Ему было лет 27-30. Где-то так. А Крис Делефуэн ты играл 18-летнего этого, кузена? У меня слов нету. Я просто сижу, слушаю и обтекаю. Арасели Сальвадор получил по заслугам. Получил он что? Получил он полный провал. рейтингом по Мурде. Да, да, да. Малу то, что поклонники оригинального Дикого сердца 93-го года без шуток очень хорошего сериала устроили еще до премьеры дикие вой в интернете. Ага. У нас был ремейк по-моему по этому поводу, нет? Нет. А, нет. Еще сделаем. Сделаем. Еще сделаем. Потому что Дикое сердце 93-го года это был действительно шедевральный сериал с отличными актерами, которые блестяще подошли на роль. с очень хорошим сюжетом, с отличным сценарием, в общем-то с тем, чего абсолютно не было в Диком сердце с 2009-го года. Полный и абсолютный провал. Вот что получил на этот раз наш герой Павлодор. И его не жалко. Да, его не жалко. Чего жалко? Потому что то, что он начал идти дальше, это ох. Потому что в 2010-м году Карла Эстрада получила по лицу еще раз. господи. Почему? Потому что Сальвадор Михея Алехандро, не удовлетворившись украденной идеей, решил сделать, мягко говоря, свою версию одному из главных кормительных шедевров при Риге Без шуток очень хорошему сериалу с отличнейшей работой Элены Роха. А что сделал Сальвадор? Правильно. Сальвадор строил триумф любви. Очередной дрэк. Сальвадор сотворил сериал, который еще долго будет играться с тем, кто его смотрел. И тем, кто в нем играл. Те, кто играли, хоть деньги за это получали, а мы? А я его не стала смотреть. Пару в серии посмотрела, меня так замутило и бросило. Я несколько серий посмотрела. Майте в руле модели это нечто. Ну, майт это еще ладно, потому что все-таки внешность мати, она достаточно мексиканская. То есть для нас она действительно смотрится не очень. А в мексике она действительно считается красавой. Потому что она стопроцентная мексиканка. Тут ее ласково называют носатая. Ну, Между нами девочками. Может быть, может быть, кстати, очень гордится своими стопроцентными мексиканским происхождением. А, да? Но больше гордиться нечем. Если больше нечем. Это не очень может быть. Но требов любви 2010-го года еще чем примечательнее. Насколько у Чавы, лягко говоря, не талантливая жена, но даже у нее он умудрился кое-что стыклить. А ты взяла у нее главную пару из сериала с ангелом. Ливерони? Ливерони, да. Астарусно с ангелом вышла, по-моему, году в 2006-м или 2007-м. Имела очень большой успех, на самом деле, новелла была очень успешной. То есть фанатов у этой пары была тьма. И Сальвадор решил, ну, что плохо решит, ему даже не стикнуло. Но на этот раз фокус у него не прошел, ибо Ливерони ругались на съемках так, что слышно было даже на другой стороне земного шара. Да-да-да. Химии не было вообще. Сценарий был чудовищный, потому что это не оригинал Кристалл и в то же время не версия Карла Эстрады. Но самым большим провалом всего этого дела стала даже не абсолютно никакая пара Леви и Майпетерони, а Виктория Руфо. К сожалению, ее поклонникам следует признать, что большего позора у их любимицы не было и вряд ли когда-нибудь еще будет. Руфо все-таки научно его опытом и вряд ли согласится на еще одну такую авантюру. Почему? Потому что в «Привилегии любить» Елена Роха сыграла роль просто замечательной, потому что эта роль ей очень подходила. То есть у Роха у нее достаточно европейская внешность и при этом она может сыграть сеньору из общества и ей веришь. Потому что у Роха у нее и санка, и внешность, и умение себя держать, и посадка головы. Все соответствовало тому, что она сыграла замечательную роль, которую с удовольствием смотрят многие поклонники, в общем-то, достаточно классической и, в общем-то, неоригинальной «Привилегии любить», которая, если смотреть по сценарию, не представляет из себя ничего выдающегося, но кастинг там был просто потрясающий, там были потрясающие образы, там было стопроцентное попадание в образ, и поэтому «Привилегия любить» до сих пор является самым большим успехом мексиканского телевидения самым высоким рейтингом. Обогнать «Привилегии» не смог никто. И вот именно такой шедевр, без кавычек, Михея решил, мягко говоря, повторить в 2010 году и пригласил на главную роль Викторию Руфу. Обычную, слезливую, стандартную героиню мексиканских сериалов, которая... «Совершенностью индианки». Да-да-да, которая решила, что это один из ее последних шансов сыграть «Владейку». Но в результате у Руфа в 2010 году в триумфе любви не вышло ни злодейки, ни положительной гирине, ничего. Характер создан не был вообще. То есть триумф любви имел настолько провальные рейтинги, что на выручку бросился лучший викинг-друг по имени Сезар Эвера. Он был приглашен спасать тонущий корабль, но потонул вместе с ним. Нелогичный ход с введением его персонажа в сюжет не спас ровным счетом ничего. Потому что триумф любви провалился по всем фронтам, но главное не это, но главное то, что имея 16 пунктов в 9 вечера, место положено к 20, а то и 22, триумф любви получил на мексиканском новельном фестивале приз за что? Правильно, за лучший рейтинг. Самый рейтинговый сериал своего года. Ой, издевательство полное. Следующий очевиден шедевр называется Без здорового смеха про этот сериал разговаривать невозможно. Да? Боннито амор. Потому что когда я увидела главного героя, который когда главный герой сказал, что ему еще рановато жениться, я глядя в его морщинистую физиономию, просто подумала, что он может отлично разжижение мозгов, ему уже не жениться пора, ему уже пора сдаваться в скорбный дом. Ага, думать о вечно. Ведь чем примечательно Кеба Ниту Амор? Тем, что у Хорки Салинаса до этого сериала была достаточно неплохая работа в сериале Лаки Нопади Амар. Да, у вас. Сериал имел очень большой успех, то есть он шел в 7 часов, рейтинги были очень высокие, и Салинас за эту роль в общем-то заслуженно получил главную циканскую премию ТВ Новелос и был на коне. А что сделал Чава? Ну, опустил. Стыбзил. Стыбзил то, что сделали другие. Колумбийцы. Верно. И он стыбзил Салинаса, который тогда был на коне. Получилось то, что получилось. А получилось то, что достаточно хороший, а некоторые даже считают, что очень хороший колумбийский сериал. Да, 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 Дочь Марьячи. Этот сериал был превращен мексиканцами в настоящий балаган. Потому что Дочь Марьячи было все-таки творением специфическим колумбийским. Это был особый колумбийский колорит. И перенести этот колорит в Мексику у человека, у которого абсолютно отсутствует вкус, не получилось. А Михея перепутала. Он потом перекинулся на три, по-моему, да? Не-не-не-не-нет. Как шел, так шел. Просто рейтинги были очень плохие. Мне данную Гарсию жалко было, потому что она согласилась на этот бред горячечный. Я даже не понимаю, с какого перепуга. Я сама этого не понимаю. Деньги! У нее огромная семья, ей надо кормить семейку. Деньги! Что вам не стоят? Ну, а что ты вляпываешься во всякое извини меня Гуану? Слушай, ей надо кормить семью. Ей плевать, в какое Гуана залазить. Можно сказать, что Гарсии гордиться нечем, Хорхес Алиносу гордиться нечем, Сальвадору Михея гордиться нечем. Но дело даже не в этом, а в том, что Михея в конце концов эту новеллу слил, потому что он под конец абсолютно не уделял ей внимание и ушел в производство своей следующей нефленки. Акебо Нико Амор болтыхается и болтыхается, потонет и потонет. Сальвадор Михея это не волновало. Вот такие человеческие качества нашего главного героя проявились во всей Красице. Дело в том, что он просто интересовался уже съемкой очередного своего шедевра. Он думал, что хоть на этом он выпунет. Но на что рассчитывал Сальвадор, приглашая на главную роль бывшую из Вселенной абсолютно без опыта работы. Ужас тихий, что там было. Да, да, да. И приглашая на главную роль абсолютно провалившегося в триумфе любви Уильяма Леви. То есть поставив рядом два дерева на шторе не говори. Он рассчитывал на плоды. Он рассчитывал на плоды. Но два дерева, судя по всему, были одного пола. А плодов не дали. Да. На самом деле Латим ты стагнула не так уж и плохо, особенно на фоне триумфа Дикого Сердца и Кеба Нитова Мор. То есть там были достаточно, ну, как минимум, не мерзкие герои. Это был вольный вариант шторма, в котором ничего не осталось от оригинала, который абсолютно ничем не запомнился. Как же не запомнился? А Космо и Уильяма Леви? Вы что? Их обсуждали больше, чем сюжет. Правильно. Вот и я про это. Их обсуждали так, что когда он их состриг, была всемирная пьянка. Да, А еще же наклевывавшийся романчик между Хименой и Леви. Ой, да ладно, эти романы наклевываются. Это было интереснее, чем сам сериал. Я что вам хочу сказать? Там были в принципе неплохие актерские работы. Разумеется, не в главных ролях, потому что та же самая Даниэла Рома довольно неплохо сыграла. Там был Санчес, который в общем-то тоже не умеет играть. Плохо. Она в Триумфе Любви сыграла так? Я вот как раз видела, как она играла. Она ржала. Она всю дорогу в этом Триумфе Любви просто умирала от хохот. Но она играла в карикатуру. Да, да. Меня интересует только один дурацкий вопрос. Почему человеку, который портит заведомо хорошие идеи, почему ему дают снимать? Он же на телевизии вроде бы в директорском совете сидел. Сейчас уже нет? Сейчас уже нет. Его там оттуда почистили после дикого сердца. Вот я не понимаю, он что там, корова такая вот священная, что его тронуть нельзя? Ну, если не корову, то бык точно. Ну, а свину, но не бык. А смотрите вот на той же телевизии, а кому сейчас там делать сериалы? То есть у них у него хотя бы есть в прошлом какие-то заслуги. Плюс он еще очень умеет стыбзить все, что плохо лежит. Это продюсер без совести вообще, он стыбзит все. Что? Руковоротка. У него наглости столько, тем более, вот смотрите, та же самая его женушка преснопамятная, да, если ее сериал, если ее сериал является самым высокорейшенковым, как это было в «Карасон» и на «Дамабле», то можно себе представить общий уровень теленовелл. Конечно, Михея там герой. Эстраду вышибли, ничего не дают снимать уже шесть лет. Правильно. Баба, которая, ну, извините, баба, которая сняла сериалы такого качества, которое у всех работающих продюсеров телевизоров у всех вместе не наберется. То есть у нее только премий за лучший сериал восемь, у Михея для сравнения три. Не-не, мы сейчас проводим про Михею, про то, что вот Карли не дают, конечно, Михея там теперь супер-трой. Они друг друга, да, они друг друга жутко любят, причем оба два, знаете, как называется, плюнешь, поцелуешь, да, отворачиваются, говорит, у гад какой. Ну, в общем, и когда Карли не стали просто давать ходу, да, зеленого света, Михея страшно злорадствовал. Такой вот у нас герой, вот такой вот длиннющий, блин, передачи. Нет, самое главное, да, он просто, ну все, я просто хотела сказать, что он, в общем-то, делает то, что он делает в своих сериалах, со своей жизнью. Вот у него эти черные злодеи, да, вот он примерно то самое, в общем, в жизни и есть, поэтому, ну не знаю, фарту ему, наверное, и не будет, поскольку, ну нельзя же так делать. Наш герой, Сарвадор Михея Алекандре, если говорить без приказ, является типичным ремесленником, который ваяет все, что пользуется, как ему кажется, успехом у публики. Когда-то канала, сейчас уже не канает. Ничего нового, Сарвадор Михея Алекандре, по крайней мере, за последние лет эдак, десять. Предложить публике не может, но тем не менее, ему дают снимать. Сколько мы еще будем терпеть эту довольно абсурдную ситуацию, сказать сложно. Не мы, а их несчастные зрители, нам-то что? Им это впихивается, но их выбор не смотреть. И они этот выбор не лучшим. Они патриоты. Нет, они смотрят Чаву уже четыре сериала подряд. Они патриоты, а Чава, между прочим, какой мексиканский, они будут его жрать большими ложками, потому что он свой. Да, он свой, но тот же самый Авенида Бразил идет, идет, рейтинги дает, дает. Значит, зритель не без натяжек. И хорошие рейтинги. Тем не менее, он свой, но мы не теряем надежду на то, что мексиканский зритель рано или поздно поймет, что такое хорошо и что такое плохо. И научится отличать суррогат от настоящего продукта. Мы верим, что это когда-нибудь наступит. И тогда мы надеемся на то, что Сарвадор Михей Алекандров идет на заслуженную пенсию, будет обниматься со своими тремя статуэтками за лучшим сериалом. Мечты, мечты. И на этом мы заканчиваем нашу передачу, нашу первую передачу про продюсеров, которая, как мы надеемся, комом не вышла. Пишите комментарии.